Здравствуйте, дорогие друзья! В этот раз я решил записать для вас послание не в текстовом виде, как я обычно это делаю, а в голосовом, скажем так. Потому что мне кажется, что я смогу донести информацию более, так сказать, ну, понятно, дружественно, что ли, более приятно для зрителей. Поэтому давайте начнем с отдаленной темы, которая длится уже несколько месяцев, наверное, а то и полгода, это тема с визой в Европу. По итогу всех событий оказалось, что если ее и получить, возможно, то с некими большими ограничениями на, так скажем, меня как личности игрока на грядущие полтора года. Поэтому я решил, что этот вариант не для меня, что я не хочу ограничивать себя, загонять себя, скажем так, в какие-то строгие рамки на ближайшие два года. Поэтому я решил, что с Европой для меня все закончено на какое-то время. Что, конечно же, печально, но я думаю, что может оно и к лучшему, скажем так. Я очень люблю этот регион, но порой, скажем так, надо двигаться вперед. Как вам известно, в феврале этого года меня, так скажем, выселили из европейского ЛКСа. И с того момента, впрочем, начались мои попытки получить визу, но сейчас разговор пойдет не о том, а о том, что как только мне стало нечего делать, я взвесил свои варианты, что я могу делать весь этот сплит, поскольку команды уже, скажем так, залочены. За исключением редких команд никто бы не хотел менять свой состав, а те команды, которые бы и хотели, мне бы в них не хотелось попадать. Поэтому я решил, что я останусь в России, и чтобы просто так не тратить свое время, а развиваться, скажем так, как игрок, может, как кто-то еще, я решил, что я пойду поиграю в какую-нибудь из русских команд. И ко мне сразу обратились гамбит с просьбой поиграть за них. Я, естественно, согласился, потому что это моя любимая, родная организация, которой я просто не мог отказать. И тем более, что, поиграв с ними первый день с их составом, я понял, что это реально крутые чуваки. Мне они очень нравились на протяжении всего нашего опыта игры с ними. Я думаю, что это действительно исключение из некоего правила нынче для LCL. Большинство русских игроков видятся для меня как заносчивые, скажем так. Но это не про членов команды гамбит, которые... Это просто люди, которые себя действительно уважают, что являются редкостью для русских игроков, если честно. Поэтому весь мой опыт игры с ними, общение и так далее, он крайне положительный. Мы много вместе научились. Даже это не то, чтобы я учил ребят только как играть, но я и учился сам благодаря ним. Поэтому время было проведено определенно не зря. В итоге мы попали в LCL. Мы провели достаточно хороший сплит. Проиграли только одну тролль игру и одну полутролль игру. И я бы сказал, что этот опыт мне надолго запомнится, и я буду о нем вспоминать только как о положительном. Как вы уже знаете, скоро летний сплит. Передо мной стояло три четких варианта развития моей карьеры. Это Европа, Америка и Гамбит. Европу пришлось отместить сразу, потому что это слишком рискованно в плане визы. Америку, как вы уже поняли, я и выбрал в итоге. Но об этом мы поговорим в следующем моем обращении, скорее всего, текстовом. И третий вариант – это Гамбит, о котором я бы хотел поговорить сейчас. Это организация, которой действительно у меня лежала душа, когда я делал этот выбор. И действительно, потому что это друзья, это как семья, это люди и организация, которая вырастила меня как игрока. Фактически, даже если кто-то думает, что М5 взяли за нас изначально, то все люди из М5, которые, по сути, с нами большую часть времени работали, они есть в Гамбит. Поэтому для меня эта организация действительно что-то родное. А что-то родное всегда очень трудно оставить. И мне пришлось сделать этот нелегкий выбор в пользу Америки, потому что это большая возможность для развития моей, скажем так, карьеры. Несмотря на то, что все мои положительные чувства к Гамбит останутся, пожалуй, навсегда, я должен идти дальше и превозмогать все обрушивающиеся на меня трудности.